Лучше поздно, чем никогда. Так объяснили чебоксарские архитекторы свое решение разработать проект развития территории рощи за ДК тракторостроителей. Мы уже рассказывали об этом городском участке. По первоначальному замыслу пространство парка должно было составлять единый ансамбль с ДК. Однако все так и осталось в проекте. А теперь рощу стали хаотично застраивать. Жилые дома, магазин, автозаправка, МФЦ. Последней каплей для городских зодчих стало решение разместить там кадетский корпус с общежитием и ледовым катком. Они решили предложить альтернативное решение. Во время прошлого архитектурного совета чебоксарские зодчи негодовали по поводу ледового катка, который город собирается разместить рядом с будущим кадетским корпусом в роще за ДК тракторостроителей и подыскивали ему более подходящее место. Теперь они протестуют против строительства в роще и самого здания будущего кадетского корпуса. Вместо этого архитектора предлагают завершить дело, начатое больше 20 лет назад архитектором с мировым именем Феликсом Новиковым. Создать единый ансамбль из Дворца культуры и парка. Сам Феликс Аронович, который недавно отметил 90-летие и сейчас работает в Штатах, готов принять в этом участие. Его наработки визуализировал Чуваш-граждан проекта в заседании архитектурного совета. Он участвовал по скайпу. Я просто тогда не имел возможности так широко на это взглянуть, как вы сейчас смотрите. Наверное, моя роль может быть как бы консультативная такая, но я готов с вами сотрудничать с удовольствием. Архитектор Владимир Цыпленков развивает идею аллеи и предлагает наполнить парк разными зонами. Игровая, спортивная зона отдыха. Мы сознательно убрали отсюда кадетскую школу, которая здесь была уже, так сказать, по настоянию руководства города размещена. И считаем, что все-таки эта школа должна быть размещена в другом месте. Поэтому вот эта вот основная аллея, которая заложена, здесь расположены вот эти фонтаны. Я ее поддерживаю, пытаюсь связать это целиком с парком, всю структуру, которая была заложена для этой идеи. И наполнить это пространство, кроме как сетью дорожек, еще и функции дополнительные. То есть, во всяком случае, здесь цвет, это разные функциональные какие-то участки. В отличие от предыдущего автора, Владимир Филатов использует плавные линии. Структура вот этого каскада и планировочные решения, которые у Феликса в самом начале были. Использование их, но добавление таких каких-то живых линий, живых холмов, деревьев, построек. Каскады фонтанов, разные функциональные зоны, аллеи вместо корпусов и катка. Для тех, кто скажет, что это просто профессиональные капризы, есть следующие аргументы. Имея статус республиканского учреждения, школа будет набирать учащихся со всей Чувашии. Являясь интернатом, она может располагаться на загородных территориях, где может получить достаточное пространство для свободного размещения всего комплекса, включая каток. Ему нужен полигон для военных игр, стрельб и прочих упражнений с военной техникой. Мы не знаем, как будет развиваться армия России и военное образование через 10-20 лет. Кадетской школе может понадобиться развитие новой класса и другой. Здесь нет места для этого. Впрочем, пока архитекторы выступают с предложениями, город оформляет землю в муниципальную собственность. Земля под рощей уже переведена из лесного фонда в категорию земель населенных пунктов. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика.